В нашу редакцию поступило несколько звонков от жителей. Рассказовцы, живущие в многоквартирных домах, просят разъяснить, почему они обязаны уплачивать налог на земельные участки, на которых стоят их дома. Все по закону, заверяют сотрудники налоговой инспекции. Список рассказовцев, являющихся собственниками квартир в многоквартирных домах, составлялся по данным городской администрации. В этом году такие квартировладельцы обязаны будут до 1 ноября оплатить налог на землю, на которой стоят их дома. Тот земельный участок, который сформирован, он делится соразмерно той площади квартир, которая существует. То есть есть 100 квартир в доме, и вот этот участок поделен на 100 долей соразмерно площади квартиры. И, скажем так, на сегодняшний день каждый собственник квартиры имеет право на ту часть земельного участка, на котором находится этот квартирный дом. И в соответствии с законодательством и налоговым кодексом этот налог исчисляется и, так сказать, обязателен к уплате. В уведомлении, которые получают налогоплательщики, указаны три вида налогов. Это транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Срок уплаты по всем трём – 1 ноября 2012 года. Инспекторы обращают внимание на то, что в рассылаемых по почте уведомлениях нет подписей и печати. Но это не значит, что документ не имеет силы. По информации отделения почтовой связи, очень большое, огромное количество писем находится в отделениях почты. То есть граждане не идут за его получением. Поэтому вот хотелось бы обратиться, пользуясь случаем, что вам необходимо прийти в отделение почты и забрать свои налоговые уведомления, так сказать, изучить их. Если согласны, значит оплатить налоги. Несогласные налогоплательщики могут обратиться в инспекцию с заявлением. Инспекторы проверят, не ошибочно ли было прислано уведомление и действительно ли вам необходимо платить налог. И напоминают, что вовремя платить налоги – это обязанность каждого налогоплательщика.